вот веселье до начала весны 1 марта чем ознаменовалась появлением насекомых моем доме смотрите засранец смотрите вот так вот сейчас опять начнется весенняя борьба у меня это где-то знаете недели две-три точно будет этот вот маразм я на вести буду борьбу с этими насекомыми пришли но нет у меня ничего я все убираю понимаете ничего нету ничего здесь лазить я с вами сегодня еще не здоровалась поэтому всем привет добро пожаловать на мой канал мы начали уже сами новый влог и я воспользовалась тем что сегодня погода располагающая к тому что можно убраться во дворике на балконе я в принципе этим и начала заниматься это тот редкий случай когда не только возможности и желания совпадают но еще и под погода подыгрывает и хочется как раз таки уловить этот момент и быстренько привести дворик в порядок хотя он у меня не такой-то и грязный мусора на самом деле насыпано здесь немного природного мусора вот пыли до пыли много на перилах пыли очень много на столе пыли достаточно не только как вы видите вышло мне помогать обычно моя работа заключается в том что сначала я весь мусор сметаю с балкона а потом прохожусь по периметру собираю иголки и шишки из-под растений а потом уже непосредственно весь участок освобождаю от мусора на момент озвучки николька бегает вокруг меня и своими коготочками стучит о пол поэтому за дополнительные звуки на фоне я прошу прощения но объяснить ей что я сейчас озвучиваю и мне нужна полная тишина я точно на ее языке не могу календарная весна хоть уже и наступила но конечно до весны нам еще ждать и ждать точнее теплых деньков но я думаю что многие из вас уже работают на своих огородах уже сеют на что-то засевают работают над растюшками я конечно тоже пока работала во дворике вдохновилась ну во первых я осенью насобирала семена вот этой ночной красавицы и очень хочу посадить по периметру в нескольких местах потому что все таки она красиво цветет правда она по моему цветет не летом а где-то под конец до лета а может быть я и ошибаюсь может быть и все лето будет уже честно говоря не помню но хочется добавить цвета на своем периметре будем этим заниматься вместе с вами как видите не только время зря не теряет она подбирает вот шишки которые опали сосны она их бросает играется с ними и меня конечно еще тоже заставляет этим делом заниматься я так пару раз нагнусь брошу ей шишку и говорю отстань мне нужно работать но она опять пристает со своими просьбами мусор я почти уже весь собрала сейчас буду упаковывать его вот в мешок который у меня наполовину заполнен мусором другим предыдущим а потом уже примусь за поливку двора и знаете что интересно в перерывах между маханием метлой и поливкой двора я периодически заглядываю в творческую студию ну когда мне нужно просто передохнуть отдышаться вот и вдруг замечаю пришел такой вопрос ну вот прям вот в руку не вопрос точнее комментарий прям в руку понимаете я сейчас дословно не могу передать более того я не могу заскринить не успела заскринить потому что этот комментарий пропал было написано приблизительно значит так вы конечно извините но почему вы никак не подметете во дворике ведь это же занимает 15 минут я скажу вам честно прочитав этот комментарий я наверное раза три отплевалась и столько же наверное отчертыхалась скорее всего этот человек проживает не в азербайджане и ему невдомек какие здесь у нас происходят ветра мало того что во время ветров подметать смысла нету нужно еще дождаться когда они пройдут а иногда это бывает неделями а потом такой раздраем но вы же мои давние подписчики все это прекрасно наблюдали и знаете но просто хочется сказать вот если вдруг этот человек меня будет смотреть во первых я не удаляла ваш комментарий если что во-вторых в азербайджане в баку в баку я так скажу постоянно ветра и выходить во время ветра убирать во дворике нету смысла вообще и как я сказала в самом начале что нужно еще уловить спокойную погоду и мою возможность выйти во дворик и убраться вот так просто вам для справочки чтобы вы знали и еще если что то я работаю и у меня иногда не бывает времени просто выйти на балкон я только выгоняю никольку чтобы она сделала свои дела и потом также ее загоняю а сама на балкон даже не выхожу потому что просто элементарно нету времени на это и откровенно говоря хочется мне узнать где живут такие идеальные люди у которых всегда чисто нету пыли ну я вам скажу честно у меня пылюка бывает достаточно часто я просто потому что иногда не могу найти время на то чтобы убраться в доме а иногда могу чувствовать себя несоответствующий тому чтобы взять тряпку и пройтись по поверхностям а могу просто позволить себе полениться потому что работала много и очень хочется отдохнуть я как уже говорила в последнее время перестала заморачиваться по поводу того что и как в доме у меня да мне самое главное чтобы не было визуального шума чтобы все было на своих местах а если вдруг где-то случайно оскопится пылюка я научилась этот факт переживать и честно говоря очень рада им этому почему рада потому что мне эти моменты давались очень сложно я была слишком заморочена в плане уборки чистоты а сейчас я себя и я вам об этом говорила я перевоспитываю и я делаю успехи заметные вот у меня балкончик чист дворик чист ровно так чист как мне это нужно самое главное чтобы меня во всем этом меня лично все устраивало а вы я знаю меня всегда поддержите потому что вы у меня замечательные и сейчас я как всегда буду через речки ловить солнце она вам тоже передает привет молодец молодец организма и моя делочка кто у меня умница новая умница умница чем blas Ну, чем занималась, скажи. Вкусняшку ли я тебе, кусящая? Вкусняшку, да. Вкусняшку? На. Так, я расчешусь к людям расчесанным выйду. Так. А-а-а. А-а-а. Нормально. Ладно. Я сейчас так думаю, да. Стереть вот эти вот кадры? Не стереть. Думаю, дай-ка файл просмотрю. У меня там все прилично было. Смотрю, все прилично. Думаю, оставлю. Посмотрите. Живые кадры. Понимаете, вы не на камеру, а за камерой, вне камеры. Выезжала по делам. Если что, у нас сегодня следующий день. Вчера я вот уборку дворика произвела. Да, и все. И дальше я погрузилась в работу. Времени не было, на самом деле. Еще к вечеру очень сильно устала. И поэтому сегодня я с новыми силами подключаюсь. Продолжаю снимать влог. Я приехала, каталась по делам. Приехала, заезжала мимо по дороге в магазин Базар Стор. И что купила? Так. Один кабачок. Два маленьких вилочка цветной капусты. Аж 4 банана вела. Пол банана есть в холодильнике. И еще есть одно яблочко. Взяла еще три. Хочу запечь. Один пакет пуст. Дальше взяла сыр. Вот этот брестский товск, легкий сыр. Мне нравится. Ой, я же взяла нарезной. А, там трубки, кстати, нет. Да, правильно, все. Это нормально. Так, лавашек. Взяла. Сегодняшним числом. Сегодня у нас 2 марта. Вот. И сметану. Доктор Милк. Каунинская сметана. Здесь 10% жирности. Дальше. Доктор Милк делай кефир. 0,3%. И маслинки бундиель без косточки. Да. Все. Я еще не завтракала. Время без 20.11. Я не успела. Так получилось. И поэтому я сейчас завтракаю. Беру Никольку. На улице такое солнце. Погода очень хорошая. Поэтому быстро завтракаю. Никольку беру. Она сейчас там вкусняшку затачивает. И идем на прогулку. Идем гулять. Ходить, 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 ходить. У нас сегодня суббота. Будем ходить. Как можно больше. Будем прохаживаться. А что у меня будет на завтрак? На завтрак у меня будет лаваш. В который я заверну кусочек сыра. Лаваш смажу маслицем. И сейчас быстро сделаю себе слабенький чайочек. Без ничего. Это сахар. Даже без меда. Я раскладываю продукты по местам. И когда убираю в холодильник, обязательно все упаковки, то есть все продукты, которые в упаковке, я их протираю. Вот. Ну, если не вскрываю, если в контейнер не прикладываю. Ну, а овощи с кульками я просто отправляю в холодильник. Пакеты я эти не протираю. Ну, то есть я еще так с ума не сошла. Ну, я не знаю. Этот бзик у меня появился. То есть я так никогда не делала. Вот когда у нас началась пандемия, вот с этого момента я стала это делать. И теперь у меня уже это как бы сидит, закрепилось в привычке. И стол всегда я обязательно дезинфицирую. Вот у меня дезинфектор от Фиберлик. Мне так бывает, честно говоря, спокойней. Не знаю. Наверное, нас к этому приучили. Может быть, хорошо, что нас к этому приучили. Наверное, мы должны были быть такими. Но просто, к сожалению, нас очень грубо. В нас эти привычки укоренели очень грубым образом, мне кажется. Вот мы с этими всякими новомодными вирусами получили еще много дополнительных болячек, с которыми боремся. Ну, нам всем крепкого здоровья, пусть все-все-все у нас будет хорошо. А с каждым днем все лучше и лучше. Ну вот я готовлю себе бутерброды. Намазываю лаваши маслицем, укладываю сыр. И у меня были листья салата, их тоже туда. Можно было и огурчик, поленилась. А на самом деле уже так хотела просто есть. Подумала, пока помою, пока почищу, пока нарежу, время пройдет. И как бы обошлась малым. Меня все устроило, поэтому мне приятного аппетита. И если вы за столом, вам тоже приятного аппетита. Костя, на меня посмотри. Иди сюда, покажи. Какой-то бантик сегодня розовый. Подплащик. Мы решили сегодня пройтись по новой дорожке. Она должна осваивать улочки, чтобы уставать. Давайте на дорогу выйдем. Там это разгружать. Вот. Сейчас, кстати, я буду проходить мимо школы, в которой я работала. Я же вам обещала показать. Давай. Давай идем сюда, на тротуар. Иди сюда. Вот так. Вот. Так что я вам покажу. Сейчас будем мимо проходить. Мы уже почти пришли. Но так как для этой девушки эта дорога новая, уж очень долго мы ее проходим. Это какой-то конец света. Осваиваем новые тропинки. А это всегда долго. Потому что это же всегда неизвестность. Ну да. Надо везде это пометить. Вот. Школа. Сейчас я во двор зайду. Если там никого не будет, то я, конечно, поснимаю. А если буду, то навряд ли. Вот я приезжала. Ну, здесь поставили камеру. Оттуда я приезжала. Вот. И точно так же туда я и уходила. Или уезжала. Ну что, Николёня, ты здесь ничего не знаешь. Вот. Школа 169-я. Так что, кто меня смотрит из этой школы, всем большой привет. Всем привет. Всего вам хорошего. Удачи. Надо же. Здесь появилась кафешка. Надо же. Или что это? Ну да, кафешка. А раньше здесь был овощник. А сейчас он тут. А раньше был здесь. Я всегда овощника брала. Овощи и шла домой. Вот здесь сейчас выпечка. Ясно. Пошли давай, Николь. Мадам, давай, да уже, да? А холодно, вы знаете. Солнце-то мы упустили, пока завтракала я. Ну я быстро позавтракала. Но солнце по-любому упустили. Холодно. Солнце спряталось. Есть легкий ветерок. Не сильный легкий, но от того, что холодно и ветер чувствуется. Точнее, из-за ветра чувствуется температура низкая. А я одела легкую курточку. На голову ничего не повязала. Повязала только на шею. Вот как-то так, понимаете. Легкую вот эту курточку короткую. Все. Хожу в джинсах, которые стали мне большие, свободные. Они висят у меня на бедрах. И этот низ брюк волочится по земле. У меня он уже стерся. Мне нужно пойти к партнону. Что-то с этим надо сделать. Пошли не по этому подъему. Проходим через этот узкий проход. И выходим на аллейку. И уже будем направляться в сторону дома. Потому что мы уже почти час на улице. И я хорошо подмерзла. Так что мы домой. Все. А тут уже знакомая Никольке вся территория. Она здесь как рыба в воде. Фух. Мы пошли домой. Я предполагаю, что мне зададут вопрос. Ёкнула, не ёкнула. Соскучилась, не соскучилась. Ностальгия, не ностальгия. Нет. Поверьте, не ёкнула. Не ностальгировала. Абсолютно. Вообще ничего. Как будто бы я в школе и не работала совершенно. Это не значит, что я не люблю свою профессию. Я её любила и люблю. Что бы тебе дальше не могу сказать. Ну, это абсолютно ни о чём не говорит. Просто когда ты выгораешь и понимаешь, что уже то, чем ты занимаешься, тебя никак не устраивает, то, естественно, что ты ищешь для себя совершенно другие воды. И течение в Мировом океане. Субтитры сделал DimaTorzok